Всем привет! Вы на канале Дети Звезд! К сожалению, не всегда появление на свет в обеспеченной и известной семье является гарантом счастливого будущего. Так произошло и с Дмитрием Егоровым. Ему предрекали большие перспективы, но жизнь молодого человека закончилась печально. Дмитрий родился у заслуженной и талантливой артистки Натальи Кустинской. Она тогда была в браке с переводчиком советского посольства в Индии Олегом Волковым, позже работавшим в Министерстве внешней торговли. Но почти сразу после рождения сына Наталья Николаевна увлеклась мужем подруги. Космонавт Борис Егоров ушел от супруги Натальи Фатеевой, сразу женившись на Кустинской. Он усыновил мальчика и относился к нему как родной отец. Егоров уделял пасынку много времени и сил, стараясь его всесторонне развивать. Своим идеальным знанием английского языка и умением управлять автомобилем, Дима обязан отчиму. Несмотря на положение семьи в обществе, Дмитрий рос общительным и был в неплохих отношениях с одноклассниками. Он хорошо учился и даже побеждал в школьных олимпиадах. Окружающие считали, что парень пойдет по актерским стопам, ведь у него была довольно привлекательная внешность. Но родители, да и сам юноша, были против. Егоров считал, что эта профессия не для настоящих мужчин. К тому же сам Дмитрий к выбору будущей профессии относился серьезно и поступил в Институт международных отношений на экономический факультет. Но все-таки однажды Егоров снялся в кино. Он сыграл Диму Сомова в социальной драме Быкова «Чучело». На этом кинокарьера молодого человека была окончена, так как связывать свою дальнейшую жизнь с киноискусством он не захотел. Когда Дмитрию был 21 год, он женился. Спустя некоторое время у супругов родился малыш. Но когда ему было всего 7 месяцев, мальчика не стало. Он умер от последствий гидроцефалии. Молодая мать была безутешна и находила спасение от горя, запивая его алкоголем. Так через время Егоров и расстался с женой. При этом его дальнейшая жизнь не складывалась. Сначала он пробовал зарабатывать переводами документов, но впоследствии бизнес-партнеры его не раз подводили. Егоров-младший все чаще стал заглядывать в бутылку, желая таким образом избавиться от проблем. Плохое влияние оказывала на него и женщина с сомнительной репутацией, в компании с которой он был не раз замечен. Постепенно жизнь шла под откос. О том, что сына не стало, Кустинская узнала от сотрудников милиции. Официальной причиной смерти указали сердечную недостаточность, но родной отец намекнул о возможной передозировке. 32-летнего мужчину похоронили на Концевском кладбище. А как вы считаете, было ли сходство у Дмитрия с его мамой? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!